Лукашенко заявил, что Белоруссия не против общей валюты с Россией, очень хорошо, но я думаю, что он задаст прежде всего вопрос, а кто будет проводить эмиссию, кто будет печатать деньги, кто будет контролировать, кто будет утилизировать, конечно, всё это сказать Лукашенко может, хорошо, когда общая валюта, но в чьих руках это общая валюта? Лукашенко потребовал от России прекратить лоббировать олигархические кланы, о как, пообещал найти замену российской нефти, видишь, что-то его шатает туда-сюда, ну, скорее всего, это просто срывная тряска, как вот при полёте тогда, перед тем, как войти в штопор, наступает состояние именно срывной тряски, вот у него как раз и есть такое состояние. Высказался он об участии в президентских выборах, заявил, что будет, и я, это я перед выборами говорю, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости. Ну, то есть, тот, кого оглобли из президентского поста и с трона не вышибешь, тот смельчак получается, да, тот, кто вечно сидит, он смельчак. А кто вот уступает место, да, то есть, нормально, то есть, сменяемость власти, где происходит, тот, наверное, этот, трус, трус. Мы же видим, что намечается захват Белоруссии, какой он будет, мы не знаем. Ну, скорее всего, это будет в форме каких-то там договоров, да, в форме змеи, как помните, какие они шакалы, да, в форме змеи. Вот так и будет захват Белоруссии, такой в форме змеи, но надо к этому готовиться и, в общем-то, спротивляться, быть готовым и серьёзно спротивляться захвату Белоруссии. То есть, это, в общем-то, тот участок земли, который стоит отстоять от путинских. Вячеслав, что делать тем, кто хочет защищать Белорусь? Ну, во-первых, объединиться, безусловно, во-вторых, понимать, что это случится и что сейчас развиваются события и говорить, прежде всего, говорить об этом в интернете, прежде всего, получать и передавать информацию. Вот это сейчас самое главное, вы же понимаете. Белоруссии 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 Продолжение следует...